Трёхангельская весть Пастор Стивен Бор, помолимся. Отче, мы благодарны за преимущество пребывать сегодня в Твоем присутствии. Как радостно осознавать, что Ты желаешь быть среди нас посредством Своего Святого Духа и Своих ангелов. Отче, когда мы открываем Твою Святую Книгу, мы умоляем Тебя о помощи. Ведь человеческому уму не под силу постичь величайшие истины из Твоего Слова. Поэтому, Отец, приди к нам и будь с нами. Наставляй нас и даруй нам способность жить в гармонии с тем, что мы узнаем. Благодарим Тебя, Отче, за услышанную молитву, ибо мы умолим во имя драгоценное и могущественное, во имя Твоего возлюбленного Сына Иисуса. Аминь. Давайте взглянем на наш мир. На тот мир, каким он стал после событий 11 сентября 2001 года. Мы живем в мире, исполненном смятения. Такого смятения, которого еще не было на земле. Мировая экономика разваливается прямо у нас на глазах. Налогоплательщики Соединенных Штатов прибавили к долгу США около 2 триллионов долларов только за несколько последних месяцев. Как вы знаете, правительство США должно было взять под свой контроль несколько очень больших банков и крупных корпораций. Огромное количество денег было направлено на то, чтобы снова вернуть экономику Соединенных Штатов на нормальные рельсы функционирования. Но проблема возникает не только в Соединенных Штатах. Мы живем во время всемирных экономических потрясений. Как вы знаете, многие штаты в Америке на грани банкротства, включая штат Калифорния. Миллионы людей в Соединенных Штатах потеряли свои дома из-за потери прав собственности на них. Многие потеряли свои сбережения и пенсионные накопления. Всеобщая алчность возрастает до безмерных размеров, как на Ол-стрит, так и в больших корпорациях, что посодействовало финансовому краху миллионов людей. Возрастает количество природных катаклизмов. Которые кажутся все более частыми и более масштабными с каждым днем. Бедствия возрастают в геометрической прогрессии, подобно урагану Катрина, подобно азиатским цунами, подобно сильнейшим торнадо, которые бушевали здесь буквально несколько месяцев назад, на западе Соединенных Штатов. Мы наблюдали пожары, которых не было уже 500 лет в Австралии и Калифорнии, а также землетрясения в различных местах. Что можно сказать о войнах и о военных слухах? Израиль и Палестина, Ирак и Афганистан, Индия и Пакистан, и многие другие страны мира сегодня охвачены войной. Над миром нависает угроза глобальных эпидемий и пандемий. Птичий грипп, коровье бешенство, новые вспышки турберкулеза, СПИД и другие болезни, которые грозят уничтожить человечество. Миру также угрожает постоянный натиск всемирного терроризма. Перед правительствами стоит чрезвычайно трудная задача сохранить безопасность и порядок на своей территории. Что уже говорить об опасностях от накопленных биологического, химического и ядерного оружия? В нравственном смысле, везде, где только можно, наблюдается деградация. Однополые браки, уровень разводов, порнография заполняет интернет. Самый большой поток информации в мире принадлежит порнографии. Аборты сегодня совершаются безо всякого зазрения совести. Стрельбой в школах и офисах сегодня уже никого не удивить. Изнасилование и похищение детей, мужья убивают своих жен. Глобальное потепление. Не знаю, насколько вы часто думаете о глобальном потеплении, но эти процессы продолжаются и продолжаются в нашем мире. Деликатная и тонкая экологическая система планеты Земля претерпевает изменения. И посреди всех этих проблем и переживаний мы задаем вопрос. Неужели у этой планеты нет никакой надежды? Неужели мир движется к своему последнему Армагеддону? Неужели мир, каким мы его знаем, прекращает свое существование? На данной серии встреч я хочу поделиться радостной вестью. Мы будем изучать последнюю весть от Бога для планеты Земля. И эта весть находится в книге Откровения, глава 14, стихи с 6 по 12. Мы с вами проведем вместе 24 занятия. Мы проанализируем каждую фразу из трехангельской вести. Мы не оставим ничего в стороне, изучая эти три вести, которые Бог посылает на планету Земля. И я думаю, что по окончании этих 23 занятий все мы с вами поймем связь между всеми этими аспектами, из которых состоит трехангельская весть, и нашей срочной нуждой в приготовлении к пришествию Иисуса Христа, которая, по моему мнению, уже при дверях, то есть очень и очень близко. Для начала я хотел бы прочесть трехангельскую весть, которую мы находим в книге Откровения, 14 глава, стихи с 6 по 12. Название нашего сегодняшнего изучения – 10 великих фактов о трехангельской вести. Откройте, пожалуйста, со мной свою Библию, книгу Откровения, 14 глава, стихи с 6 по 12. Сначала прочтем весть первого ангела. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Это была первая весть. Перейдем ко второй вести. «И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал, Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Затем, начиная с 9 стиха, мы читаем весть третьего ангела. «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, не принимает начертания на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертания имени его». Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. На этой серии занятий мы пытаемся ответить на целую серию вопросов. Поэтому в начале нашего сегодняшнего изучения я бы хотел сформулировать эти вопросы, на которые мы будем искать ответы в последующие 24 занятия, которые мы проведем вместе. Вопрос номер один. Что такое Вечное Евангелие? Оно упоминается в весе первого ангела. Что такое Вечное Евангелие, которое должно возвещаться всему миру? Во-вторых, что символизируют эти три ангела? Может быть, нам нужно ждать, пока на небе не явятся три буквальных ангела, и пока они не будут носиться по всей атмосфере из конца в конец? Что представляют или символизируют собой эти три ангела? Затем мы зададимся вопросом, почему эти ангелы представлены летящими посреди неба? Почему эти ангелы летят? Почему эти три вести будут возвещаться по всему миру, как мы только что прочли? Что значит убояться Бога? Что значит воздать Богу славу? Что означает весть первого ангела, которое гласит, что мы живем в день Божьего суда? Что значит поклониться Творцу? Что такое Вавилон? Что такое вино гнева Вавилона? Вавилон показан здесь имеющим некое вино. Что оно означает? Что имеется в виду в пророчестве, когда мы читаем о том, что Вавилон блудодействует с царями земными? Кто такой зверь? Кто или что такое образ зверя? Что такое начертание зверя? Или знак зверя? Что такое число имени зверя? Что такое вино гнева Божьего? Почему вино гнева Божьего изливается неразбавленным, цельным? Будут ли поклоняющиеся зверю мучимы бесконечно в негасимом огне? Ведь в Библии написано «Вовеки и веки». Что такое терпение святых? Что такое заповеди Божии? Что такое вера Иисуса? И, наконец, кто такие эти 144 тысячи и когда они будут жить? Вы спросите, почему вы включили сюда 144 тысячи? Просто потому, что в 14 главе книги Откровения, стихи с 1 по 5, мы находим информацию о 144 тысячах перед возвещением Трехангельской вести, что означает некую связь между 144 тысячами и Трехангельской вестью. Итак, перед нами стоит достойная задача. Перед нами интересное и обширное исследование. Мы узнаем о звере. Как можно избежать поклонения зверю, не зная, кто это такой? Не зная, кто такой зверь, мы можем быть уверены в том, что поклонимся ему. Не зная, кто такой образ зверя, мы можем быть уверены в том, что поклонимся образу зверя. Не зная, что такое начертание зверя, мы вполне можем принять это начертание. Поэтому нам очень важно понять эти вещи. Сейчас мы взглянем на 10 фактов, относящихся к трехангельской вести. Сегодня у нас будет вводное занятие. Мы взглянем на несколько вводных вопросов, которые имеют отношение к трехангельской вести. Факт первый. Когда Библия говорит о трех ангелах, провозглашающих свои вести миру, нам не нужно думать, что буквальные ангелы будут лететь по небу со скоростью света, восклицая громким голосом и сообщая вести, которые мы читаем в 14 главе книги Откровения. Дело в том, что в Библии ангелы названы помощниками людей, которые провозглашают эту весть. Другими словами, ангелы символизируют небесных вестников, которые помогают людям провозглашать вести от Иисуса Христа. Возьмите, к примеру, первую главу книги Откровений, стихи с первой по третьей, где мы читаем об очень интересном процессе. Откровение первой главы. Это вступление к книге Откровения. Там говорится, «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог». Обрати внимание на последовательность. Бог дал Иисусу некое Откровение. И Он дал Христу это Откровение, чтобы показать кому? Рабам Своим, чему надлежит быть скорым. И Он показал, послав Оное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа. Вы заметили эту последовательность? Эта последовательность очень ясна. Бог Отец дал эту весть Иисусу. Иисус поручил эту весть Своему Ангелу. И тогда Ангел обращается к Иоанну и шепчет Ему на уху, «Эта весть тебе нужно записать». И теперь Ангел открывает эту весть Иоанну. Затем Иоанн открывает эту весть церквям, а церкви призваны открыть эту весть миру. Другими словами, Ангелы, описанные в Трехангельской вести, помогают людям провозглашать эту весть миру. Между прочим, слово «ангел», по-гречески «ангелос», в переводе означает «вестник». Знаете ли вы, что в Новом Завете некоторые люди называются ангелами? Вы спросите, как это так? Позвольте упомянуть об одном. Я не буду читать тексты, но вы можете открыть их сами. Ипофродит. Вы скажете, какое странное имя. Неужели оно есть в Библии? Да, оно есть в тексте из посланий Филиппийцам, 2.25. Апостол Павел упоминает его. Но его звали «ангелом» или «вестником». Иоанн Креститель, Матфея 11.10, тоже называется «вестником», как и «ангелы». Как вы помните, Иоанн посылал некоторые вести для Иисуса. Слово «вестники» там – это слово «ангелой». Другими словами, эти вестники также назывались «ангелами». Соглядатые, отправившиеся в Иерихон, Иоанна 2.25, назывались «ангелами» или «вестниками». Даже апостол Павел в послании Галатам 4.14 назван словом «ангелос» или «вестником». И мы, конечно, знаем о Стефане, первом мученике христианской церкви в книге Деяний 6.15. Там сказано, что его лицо было как лицо ангела. Мы все знаем, что Бог не поручал проповедь Евангелия ангелам. Не так ли? Иисус не говорил ангелам «идите и провозглашайте Евангелие мира». Миссия провозглашения вечного Евангелия миру была поручена рабам Иисуса Христа или людям. Однако люди получают помощь в этой работе от ангельского воинства. Откроем Евангелие от Матфея, 28 глава, стихи с 18 по 20, где сообщается о том, кому было поручено дело проповеди и вечного Евангелия. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». «Итак, идите, научите все народы», Он говорит ученикам, «Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И сей Я с вами во все дни до скончания века». Аминь. Заметьте, что великое поручение проповеди Евангелия было дано ученикам Христа, а не ангелам. Видите ли, ангелы не имеют нужду в искуплении. Они не знают, что такое быть искупленным. Только те, кто был искуплен, могут провозглашать весть искупления, весть о его силе, потому что они познали на опыте силу Евангелия. Также в книге «Деяний», первая глава, восьмой стих, мы находим повеление Иисуса своим ученикам провозглашать Евангелие. Снова мы видим, что проповедь Евангелия была поручена не ангелам, которые летали бы по небу и выкрикивали громким голосом «Божью весть». Проповедь Евангелия доверена людям, но ангелам поручено им помогать. Книга «Деяний», первая глава, восьмой стих. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Кстати, я хотел показать вам два случая, в которых ангел Божий помогал одному из последователей Иисуса провозглашать евангельскую весть. Вспомним историю о Филиппе и Евнухе из Эфиопии. Кто перенес Филиппа на то место, где тот мог бы встретить этого человека и поговорить с ним? Читая книгу «Деяний», глава восьмая, стих двадцать шестой, мы найдем, что ангел направил Филиппа туда, где он встретил Евнуха, а Филипп после встречи с ним открыл ему весть от Бога. Нам знаком также пример апостола Петра. Как вы помните, Петр проповедовал Евангелие Корнилию, но именно ангел пришел к Корнилию и устроил эту встречу с Симоном Петром. Мы видим, как ангелы сообщают некоторые сведения людям, а затем люди провозглашают Евангелие миру. Итак, данные три ангела символизируют вести, которые Бог посылает посредством ангельского воинства нам, чтобы мы провозглашали их миру. Это и есть факт номер один. Три ангела символизируют людей, проповедующих Евангелие Иисуса Христа миру, то есть Божий народ последнего времени. Теперь перейдем к факту номер два. В 14 главе книги Откровения мы читали о том, что ангелы летят посредине неба. Это должно означать, что вести этих трех ангелов имеют небесное происхождение. Когда Бог что-то говорит в книге Откровения, то его весть всегда нисходит сверху, с небес. С другой стороны, силы сатаны приходят из моря, из бездны и из земли. Тот факт, что данные три вести описаны в виде трех ангелов, летящих посредине неба, летящих с небес на землю, означает, что эти вести посланы лично Богом и являются вестями с небес. Не случайно в Библии говорить от низших означает говорить от имени сатаны, а говорить от вышних означает говорить от слова Иисуса Христа, говорить от Бога. Поэтому, когда ангел нисходит с неба, то это значит весть от Бога. Я хочу открыть с вами послание Якова, третью главу. Там сказано о мудрости, которая нисходит свыше. Мы читаем, это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Итак, как описывается сила сатаны? Она описывается не как сходящая свыше, а как приходящая снизу. В книге Откровения, 18 глава, стих 1, сказано о могущественном ангеле, сходящем с неба. Этот ангел восклицает громким голосом «Пал Вавилон!». Затем он призывает Божий народ выйти из Вавилона. Эта весть нисходит с небес великой силой. Итак, второй факт гласит, поскольку эти ангелы описаны летящими посредине неба, это значит, что эти вести имеют небесное происхождение. Они приходят прямо от трона Божьего. Факт номер три. Мы читаем дважды в трехангельской вести о том, что эти вести провозглашаются громким голосом. Это слово «мегафоны». Греческое слово «мегафоны». Какое слово произошло от слова «мегафоны»? Слово «мегафон», верно? Вы знаете, что такое «мегафон»? Он используется в лагерях. Для того, чтобы быстро созвать жителей лагеря, используется мегафон. Позвольте спросить, когда вы используете мегафон, усиливается ли ваш голос? Да, усиливается до такой степени, что каждый, находящийся в лагере, может слышать вас. И это же слово используется здесь. Эти вести имеют небесное происхождение. Людям поручено проповедовать их, и эти вести возвещаются с великой силой, потому что проповедуются громким голосом. Другими словами, эти вести возвещаются без цензуры и без принципов политической корректности. Эти вести не звучат двусмысленно. Эти трубы не издают немых звуков. Эти вести должны проповедоваться с крыш домов, невзирая на последствия. Данные вести должны проповедоваться с максимальной силой. Факт номер четыре. Ангелы летят. О чем это говорит? Это говорит о скорости, с которой эта весть должна возвещаться миру. Я спрошу вас, как быстро ангелы умеют летать? Давайте откроем первую главу книги Эзекииля, 13 и 14 стихи. Я спрошу, не должны ли эти вести возвещаться с самой большой скоростью по всему миру? Конечно, да. Эти вести, имеющие небесное происхождение, должны проникнуть во все уголки мира с великой силой и великой скоростью. В данном тексте из книги Эзекииля говорится о четырех зверях, которые символизируют ангельское войско. Вот как там сказано. «И вид этих животных был как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходила из огня, и животные быстро двигались туда и сюда. Как сверкает молния! Как быстро помещались эти ангелы? Со скоростью молнии! С какой скоростью данная весть должна возвещаться миру? Она буквально должна возвещаться со скоростью света. К сожалению, эта весть сегодня возвещается миру со скоростью улитки, или со скоростью черепахи. Это не потому, что ангельское воинство еще готовится к этой проповеди, ожидая возможности провозгласить миру эту весть. Это просто потому, что мы, как люди, еще не подготовились к тому, чтобы быть инструментами силы Божьей в провозглашении этих небесных вестей от Бога миру, чтобы пришел конец истории греха. Библия дает нам пример скорости передвижения ангелов. Как вы помните, в 9 главе книги Даниила пророк молится об особой мудрости, чтобы понять пророчество, говорящее на 2300 вечерого утра и святилище очистится, записанное в предыдущей главе, стих 14. Даниил не мог понять это пророчество, и поэтому молился. И в 9 главе сказано, что в начале молитвы ангел Гавриил отправился из тронного зала Божьего, и прежде чем Даниил закончил свою молитву, Гавриил уже стоял рядом с ним. Насколько быстро перемещаются ангелы? Они очень быстры. И Бог желает, чтобы эти вести распространялись с предельной скоростью. Факт номер 5. Данные вести являются всемирными по своему масштабу. Эти вести, имеющие небесное происхождение, вести, которые должны восхищаться людьми с предельной скоростью, с великой силой, и они должны проповедоваться по всему миру. Послушайте, пожалуйста, то, что я сейчас скажу. Большинство современных христиан, большинство консервативных христиан, евангелисты, 50-ники и так далее, верят в то, что трехангельская весть будет провозглашаться во время скорби, после того, как церковь будет восхищена на небеса. Они вообще-то верят, что все написанное, начиная с 4 главы книги Откровения и заканчивая 19 главой, имеет отношение только к иудеям Ближнего Востока, после того, как церковь будет восхищена на небеса. Но мой вопрос по этому поводу таков. Если это весть, или эти вести, потому что эта весть состоит из трех частей, если эти вести должны прозглашаться только иудеям, то почему там написано, что эти вести должны проповедоваться всякому народу, царству, языку и племени? Очевидно, что эти вести предназначены не только для иудеев на Ближнем Востоке. Эти вести должны проповедоваться во всемирном масштабе, а это значит, что для их провозглашения в мире должно существовать некоторое интернациональное сообщество. Я только касаюсь этой темы, которую мы будем обсуждать позже. Всемирная весть, предназначенная для всего мира, делает необходимым всемирный народ, который понимает эту весть, и готов идти проповедовать эти вести, которые должны возвещаться всякому народу, царству, языку и племени, то есть в глобальном масштабе. Заметьте, что в 24 главе Евангелия от Матфея, стих 14, весь Первый Ангел говорит о проповеди Вечного Евангелия, а в конце Трехангельской вести мы читаем о жатве, при которой Иисус сидит на облаке, имея в руке серб, что означает наступление конца, когда земля уже пожата, или другими словами проповедь Евангелия подошла к концу. Обратите внимание на слова Иисуса, которые говорят об этом же, Матфея 24,14. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». В конце Евангелия от Марка, в последних стихах 16 главы сказано, Иисус сказал ученикам, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякому творению». Идите по всему миру и проповедуйте что? Проповедуйте Евангелие иудеям? Нет, проповедуйте Евангелие всему миру. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Итак, какова цель Трухангельской вести? Ее цель – провозглашение Евангелия, чтобы собрать как можно большее количество людей на Божью сторону? Другими словами, собрать как можно большее количество людей к Богу. Такова цель Трухангельской вести. Эта весть возвещается всем народам, потому что Иисус посредством Евангелия желает завоевать этот мир для Своего Царства. Позже мы изучаем, будем изучать в книге Откровения один интересный факт. В том, что, он состоит в том, что дьявол также приготовил для мира поддельную Трухангельскую весть. «Как это так?» вы спросите. Откроем 16 главу книги Откровения. Мы кратко рассмотрим этот факт. Откровение 16 глава, стихи 13 и 14. «И видел я трех духов нечистых, подобных жабам». Я спрошу, что такое нечистые духи? Каких нечистых духов Иисус изгонял, когда ходил по этой земле? Это бесы. Кто же такие бесы? Это падшие ангелы. Спасибо за помощь. Заметьте, что здесь сказано. Откровение 16, 13. «И видел я трех духов нечистых, подобных жабам, исходящих откуда? Из уст». Скажите, для чего вы используете свои уста? Для того, чтобы говорить, верно? Здесь точно говорится не о пище, которую мы тоже употребляем ртом. Мы читаем, что три нечистых духа выходят из уст. Это значит, что эти три нечистых духа провозглашают некую весть нечистых духа, выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка. Какова цель этой тройки, этих ложных ангелов, этих трех злых духов? Почему они тоже говорят устами своими? Их цель собрать весь мир на стороне дьявола. Стих 14. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон и великий день Бога Вседержителя. Итак, сколько групп, возвращающих свою тройную весть, мы наблюдаем? Мы наблюдаем две такие группы. Мы видели Божью тройную весть, которая провозглашается в силе вечного Евангелия, чтобы собрать мир на Божью сторону. Но дьявол также имеет поддельную тройную весть, исходящую от демонов и из их уст. Из уст дракона, зверя и лжепророка и этих трех ангелов возвращаются их вести, которые также имеют цель собрать весь мир на сторону дьявола. Между прочим, знаете ли вы, почему Бог желает, чтобы Его трехангельская весть открылась всему миру? Просто потому, что по словам Библии, Вавилон, названный блудницей в 17 главе книги Откровения, контролирует все народы мира. Вы скажете, как это так? Откройте со мной книгу Откровения, 17 главу, 1 стих. Там сказано, «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих». Где сидит блудница? На многих водах. Что значит этот факт? Что она сидит? Что она сидит? Это значит, что она управляет и контролирует. Она сидит на многих водах. Что же это за многие воды, на которых она сидит? Прочнем стих 15. Там сказано, «И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки». Разве не этим же категориям людей возвещается трехангельская весть? Да. Разве трехангельская весть не возвращается всякому народу и царству и племени и языку? Несомненно. Это так. Но на чем сидит эта блудница? На всяком народе, царстве, племени и языке. Почему же Бог посылает свою трехангельскую весть? Он посылает ее, чтобы сказать людям, над которыми сидит блудница, «Выйди из нее, ибо приближается слушать и принимать Божью трехангельскую весть, весть небесного происхождения, которая несет вечное Евангелие с абсолютной силой и скоростью по всему миру, чтобы собрать людей на Божью сторону? Или мы примем тройную весть от этих злых духов, от падших ангелов, которые желают собрать нас не на Божью сторону, а на сторону сатаны? Книга Откровения говорит, что на земле в последнее время будет только два лагеря, имеющие печать Божию и имеющие начертания зверя. Факт номер пять. Трехангельская весть имеет всемирный масштаб, чтобы противостоять трем поддельным вестям, которые исходят из уст дракона, зверя и лжепророка. Перейдем к факту номер шесть. Эти вести должны проповедоваться в соответствующем порядке. Вы спросите, что имеется в виду под соответствующим порядком? Если, скажем, мы будем возвещать весть третьего ангела, не провозглашая перед этим вести первого и второго ангела, то люди эту весть просто не поймут. Поэтому эти вести должны провозглашаться в своем порядке. Первую весть нам нужно понять и возвещать в первую очередь. И тогда мы будем готовы понять вторую весть. После того, как мы поймем весть третьего ангела, мы будем готовы понять весть второго ангела, мы будем готовы понять весть третьего ангела. Вы спросите, как нам знать, что эти вести последовательны, и что нам нужно изучать их в последовательности? Я прочту начало 6, 8, 9 стихов 14 главы Откровения. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба. Итак, мы видим ангела, летящего посредине неба. Восьмой стих. И другой ангел, какое слово идет дальше? И другой ангел следовал за ним. Существует ли последовательность? Существует. И 9 стих. И третий ангел последовал за ними. Существует ли последовательность в Трехангельской вести? Конечно, существует. И если мы перепутаем эту последовательность, люди нас не послушают. Кто-то скажет, что вы имеете ввиду? Позвольте объяснить. Причина, по которой Вавилон назван падшим в вести второго ангела, заключается в отвержении Вавилоном в вести первого ангела. Вы успеваете за мной? В 18 главе книги Откровения Бог говорит, Вавилон пал, выйди из него народ мой. Но люди обязательно спросят, почему я должен выходить. Люди мыслят, рассуждают, и поэтому спрашивают об этом. Вы знаете почему? Потому что Вавилон отверг весь первого ангела. Поэтому прежде чем люди будут готовы выйти из Вавилона, чтобы присоединиться к Божьей стороне, им нужно понять, почему это нужно. Весь первого ангела как раз и дает им эту причину. Как вы знаете, весь первого ангела имеет три повеления или три призыва. Первый из этих призывов гласит «Убойтесь Бога». Между прочим, это не просто совет или рекомендация. Это повелительное наклонение в греческом языке. Это прямой призыв «Убойтесь Бога» и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо, землю и источники «Убойтесь», почему Вавилон пал? Потому что он не боится Бога. Нам нужно понять, что значит бояться Бога. Вавилон пал, потому что не воздал славу Бога. Он воздал славу себе самому. Вавилон пал, потому что он отказывается верить в то, что настал час суда Божьего. Вавилон пал, потому что он не поклоняется сотворившему небо, землю, моря и все, что в них. Поэтому для того, чтобы у людей назрело решение выйти из Вавилона, когда они слышат вторую весть, они должны понять, что Вавилон пал, а также понять, почему Вавилон пал. Вавилон пал именно потому, что отказался принять весть первого ангела. Вы понимаете, о чем я говорю? Позвольте поделиться с вами следующее. Если мы не провозгласим весть первого ангела, люди не увидят нужды выйти из Вавилона в ответ на призыв второго ангела, они также не будут видеть нужды в принятии последнего предостережения третьего ангела, потому что третий ангел говорит горе поклоняющимся зверю 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 образу его или принимающему число зверя или принимающему начертание зверя. Вы будете принимать вено гнева Божьего, неразбавленное милостью. Я спрошу вас, будут ли люди прислушиваться к этому предостережению о поклонении зверю, его образу, принятии начертания или числа имени его, если они не поймут весть второго, первого ангела? Конечно, нет. Позитивная весть первого ангела сообщает нам советы от Бога. Весть второго ангела говорит, выйди из Вавилона, потому что он отверг весть первого ангела, а третий ангел говорит, если вы не выйдете, то вы поклонитесь зверю его образу или примите его начертания, и на вас изольются язвы. Итак, в вести первого ангела мы находим повеление от Бога. В вести второго ангела мы видим призыв выйти из той среды, где эти повеления Божьи попираются, а в третьей вести Бог говорит, если ты не выйдешь, то гнев Божий и его язвы изольются на тебя. Поэтому данные три вести должны провозглашаться в соответствующей последовательности. Рассмотрим факт номер семь. Данные вести представляют собой последнее обращение Бога к нашему миру перед закрытием двери благодати и вторым пришествием Иисуса. Это последние вести Бога к миру. Кроме этих трех больше вести от Бога не будет. Вы спросите паспорт Боро, откуда вы знаете? Все очень просто. Как только заканчивается провозглашение третьей вести, следующей за первой и второй вести, как только третья весть провозглашена, заметьте, что написано в этой главе «Взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп». Какое событие описывается в этом стихе? Пришествие Христа. Когда пришествие Христа состоится в цепи событий, 14 главы книги Откровений, оно наступает сразу же после того, как весть третьего ангела будет провозглашена. А это значит, что данные три вести являются последним обращением Бога к миру перед тем, как наступит конец. Вы успеваете за мной? Итак, мы читаем о вести трех ангелов, а затем видим Иисуса, сидящего на облаке с серпом в руке, который собирается прийти и пожать землю. Он грядет, честь об этом далее в этой же главе. Так насколько важно для нас, живущих в последние дни, понять эту трехангельскую весть? Это вопрос жизни и смерти, потому что это последняя весть. Бог уже не даст этому миру никакой другой вести. Рассмотрим факт номер восемь. Провозглашение этих трех вестей будет сопровождаться силой позднего дождя. Что я имею ввиду под термином поздний дождь? На территории библейских событий хорошо знали слова ранний дождь, поздний дождь. Ранний дождь это дождь, который идет весной. Он помогает семенам прорасти и начать свой рост. Затем дождь продолжает идти в течение сезона и в конце концов выпадает поздний дождь, подготавливающий к сбору урожая, который вырос благодаря раннему дождю. Но я спрошу, когда снизошел так называемый поздний дождь согласного Писания? Он был излит, когда Бог излил Святого Духа на день Пятидесятницы, верно? Тогда Дух Святой был излит в своей силе. Скажите, проповедовали ли ученики Христа тогда Евангелие в силе Духа, собирая тысячи и Да, так все и было, но Библия учит, что в последнее время у Бога будет народ, провозглашающий трехангельскую весть в силе позднего дождя, с целью подготовить человечество и приготовить людей к последней жатве. Жатва эта будет двойной, состоящей из людей на Божьей стороне, а также нечестивых, названных гроздами в этой же главе, которые остались на стороне дьявола. Вы спросите, откуда что эти вести будут возвещаться при содействии позднего дождя? Давайте вернемся обратно в 14 главу Откровения, чтобы убедиться в излитии Богом Святого Духа в великой силе на наш мир. И когда Он изольет Своего Духа, Его народ будет провозглашать трехангельскую весть, подобную апостолам Христа. Тысячи и тысячи людей перейдут на сторону Бога, приготовляясь ко второму пришествию Иисуса. При этом весь мир разделится только на два лагеря в результате влияния этой вести и силы, сопровождающей эту весть. Где об этом написано? Откроем 14 главу Откровения и прочтем тот же 14 стих. Сразу же после изложения трехангельской вести мы читаем «Изглянул я его светлое облако и на облаке сидит подобный сыну человеческому на голове его золотой венец и в руке его острый серб». Далее сказано «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом сидящему на облаке «Пусти серб твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». Я спрошу вас, что в библейские времена содействовала сбору жатвы. Сбору жатвы содействовал поздний дождь. Ранний дождь содействовал прорастанию семян. В этом городе также весной идут дожди, которые приводят к прорастанию семян и к их росту. Жатва наступает гораздо позже. То же самое происходило в библейские времена. Между прочим, климат в вашем городе Фресно очень похож на климат в Израиле. Это одна и та же субтропическая зона. Вот почему здесь растут те же продукты, что и в Израиле. Погода и там, и там очень похожа. И там, и там есть ранний дождь и поздний дождь. Поздний дождь посылается для того, чтобы сопровождать трехангельскую весть. И когда сила Духа Святого изольется на Божий народ, в результате этого вся земля подготовится к жатве, разделившись на праведных или жатву на земле, либо на нечестивых или грозды на земле. Это значит, что трехангельская весть приведет к двум отдельным жатвам. Люди, отвергающие эту трехангельскую весть, станут гроздами на земле. Они полностью созреют в своем противлении этим вестям. С другой стороны, будут принимающие данные вести в силе Духа Святого, и они также будут пожаты, то есть полностью перейдут в ту же сторону. И когда весь мир примет решение занять ту или иную сторону под влиянием про возглашение вести в силе Духа Святого, тогда время благодати закончится и Иисус придет на землю. Факт номер девять. Очень важный факт. Трехангельская весть связана со святым святых небесного святилища. Трехангельская весть связана со святым святых небесного святилища. Вы спросите, при чем здесь небесное святилище? Позвольте только сказать, что Бог имеет на небесах святилища великий оригинал, по образу которого Он повелел Моисею построить скинию в пустыне, которая была только копией или моделью в уменьшенном масштабе реального святилища, находящегося на небесах. В этом святилище было три отделения. Двор, в котором приносились жертвы, святое, куда входил священник для хататайства за грехи Израиля, а также святое святых, где был ковчег завета, в котором находился Божий святой закон. Вы скажете, пастор, откуда вы знаете, что Трихангельская весть имеет связь со святым святых небесного святилища? Я хочу показать вам кое-что. Послезавтра в нашей третьей лекции мы будем изучать, что значит убояться Бога. В Писании очень и очень часто, где мы находим это выражение убояться Бога, оно связано с соблюдением заповедей Божьих. Я приведу только один пример. Книга Экклесиаста, 12 глава, 13 стих. Сказано, «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд». Заметьте, насколько эти слова похожи на сказанное в Трихангельской вести. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Экклесиаст же пишет «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, ибо всякое дело Бог приведет на суд». Страх Божий связан с соблюдением Его заповедей. Позвольте спросить, в каком отделении святилища содержались 10 заповедей? Во святом святых. Более того, весь первого ангела призывает людей поклониться Творцу. Я спрошу, какое знамение дал Бог для поклоняющихся Творцу? во второй главе книги Бытия сказано, что в конце недели Творения Бог покоился. В какой день? Бог покоился в седьмой день. И затем Он повелел Адаму и Еве покоиться каждый седьмой день в воспоминании о работе Творения. Где же во святилище мы можем найти заповедь о субботе? Да, она же написана на скрижалях закона. А эти скрижали были где? Во святом святых скинии. Между прочим, трехангельская весть заканчивается упоминанием о людях, которые соблюдают заповеди Божьи. Мы видим, что заповеди здесь имеют важное значение, но заповеди находились во святом святых. Весть первого ангела призывает поклониться Творцу. Знамение Творца это суббота. Суббота же была записана в законе, а закон лежит во святом святых небесном святилище. Более того, весь первого ангела также сообщает нам о том, что наступил час Божьего суда. В каком отделении древнего святилища мы находим иллюстрацию о суде? Однажды в году в великий праздник День Искупления, великий День Суда над Израилем, все верные Богу и все неверные Богу отделялись друг от друга в День Суда, когда Закон Божий становился видимым. С каким же отделением в Скинии День Искупления был особенно связан? Со Святым Святых, со Святым Святых. Именно там кровь жертвы кропилась на престол милости, во Святом Святых, чтобы удовлетворить требования закона. Итак, когда весь первого ангела говорит, наступил час суда его, то сразу же мы говорим, если это суд, то он должен быть связан с законом, потому что мы будем судимы совершенным законом свободы. Но где находится закон? Во Святом Святых, Небесного Святилища. Более того, знаете ли вы, что этот отрывок, который мы изучаем, вообще-то начинается с 7 главы, с 11 главы 19 стиха. Знаете, с чего начинается этот отрывок, который содержит Трехангельскую Весть? Он начинается с того, что Иоанн увидел открытые небеса, а на небесах был открыт Храм Божий, и в этом храме был виден «Ковчег Завета». Где же был Ковчег Завета во Святилище? Ковчег Завета был во Святом Святых, поэтому весь этот отрывок, включающий Трехангельскую Весть, в самом сердце книги Откровения, начинается с открытия Святого Святых, где находится Ковчег Завета. Затем, конечно, говорится о драконе в 12 главе, о звере в 13 главе, первые 10 стихов, об образе зверя, упомянутом во второй части 13 главы, и, наконец, в 14 главе сказано о часе суда его. Интересно отметить, что в 15 главе, первая часть главы, сообщает, что храм Божий на небе к этому времени уже закрыт, и никто уже не сможет в него войти до излития семи последних язв, потому что дверь благодати уже закрылась. Разве не интересно, что мы наблюдаем в 11 главе открытие святого святых в 19 стихе, ковчег завета виден, а затем мы читаем о драконе, звере и лжепророке, что мы будем изучать в связи с Трехангельской вестью. А зачем читаем предостережение от зверя, его образа и его начертания в Трехангельской вести, и после этого предупреждения мы читаем о закрытии небесного храма, о закрытии святого святых. И никто уже не способен войти в этот храм, потому что время благодати окончено. Факт номер 10. Принятие или отвержение этих вестей вопрос не просто важный, а вопрос жизни и смерти. Это очень важно. Вы не можете сказать, принимаете вы эту весть или нет, не имеет значения. В конце концов, все мы будем вместе там, где нужно. Моя Библия говорит мне о том, что все принимающие эту Трехангельскую весть примут печать Божью, а отвергающие же примут начертания зверя. Первая группа будет спасена для Царства Божьего, вторая примет гнев Божий. Так являются ли эти вести вопросом жизни и смерти? Несомненно, да. Когда я был в школе, мне нравилось получать бонусы. Учитель, задайте нам, пожалуйста, дополнительный вопрос. Мы просили, позвольте поделиться с вами еще двумя дополнительными фактами в завершении для нашего сегодняшнего занятия. Слава Богу за то, что на земле будет народ, который примет эти вести и в конце концов спасется для вечности. Добрая весть в том, что у Бога будет такой народ. Они будут слушать эти вести, примут их, провозгласят их миру и сохранят свою веру до конца. И они будут спасены. В 15 главе книги Откровения стихи со 2 по 4 сказано о победоносной группе людей, устоявших перед зверем, его образом, его числом, его начертанием, упомянутом в вести. Эта группа победит, потому что они примут трехангельскую весть. Мы читаем так. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие, мне нравится это слово, победившие звери и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии. Будет ли группа людей, устоявших против зверя, его образа, его начертания, его числа? Пророчество говорит, что будет, и эта группа восторжествует. Стих 3. «И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, «Велики и чудны дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых». Итак, на земле будет такая группа, принимающих трехангельскую весть, и эта группа будет спасена для Царства Христова. Они будут стоять на стеклянном море и петь песню Моисея и Агнца. Они не поклонятся зверю. Как вы думаете, важно ли понимать, кто такой этот зверь? Как можно не поклониться зверю, не зная, кто это? Важно ли знать, что такое начертание зверя? Конечно. Не зная, что такое начертание зверя, как можно быть уверенным в своей безопасности от него? Важно ли знать, что такое образ зверя? Конечно. Не зная, что это такое, вы можете поклониться ему? Сегодня многие говорят, когда восстановится храм на Ближнем Востоке, и Антихрист в виде какого-то грозного человека воссядет в нем, когда он возведет большую статую в свою честь, то это и будет образом в звере. Я не поклонюсь ему. Неужели вы думаете, что дьявол глуп? Неужели вы ожидаете чего-то явного, ожидаете буквального образа, буквального человека, который воссядет в восстановленном Иерусалимском храме? Трехангельская весть и Священное Писание открывают нам нечто другое. Дополнительный факт номер два. Это будет двенадцатый факт. Послушайте внимательно. Центральным вопросом, который разделит мир на два лагеря, будет вопрос поклонения и послушания. Вы спросите, откуда такая информация? Прочтем шестой и седьмой стихи 14 главы Откровения в завершении нашей встречи. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу, и говорил им громким голосом, «Убойтесь Бога, и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо, и землю, и море, и источники». Почему, по-вашему, весь первый ангел призывает мир поклониться Творцу? Давайте прочтем весь третий ангел, который в девятом стихе гласит, «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей». Скажите, сколько религиозных систем в мире будут требовать поклонения себе в конце времени? Всего две – Творец и Зверь. Не думали ли вы о том, что в каком-то смысле Зверь будет «поддельным Творцом»? Скажите, почему люди поклоняются Богу? Потому что Он наш Творец, а мы Его творения. Какое знамение Бог дал нам для обозначения Его как нашего Творца, а нас как Его творений? Субботу. Поэтому, поклоняясь Субботу, мы признаем и поклоняемся Творцу. Нельзя ли предположить, что Зверь также претендует на обладание некой творческой силой и имеет свой знак, знак его авторитета, чтобы, соблюдая его знак, мы признавали Его и поклонялись Ему? Не думаете ли вы, что люди будут буквально остановиться на колене и поклоняться какому-то одному человеку? Нет, поклонение – это гораздо более глубокий и широкий вопрос. Здесь мы имеем дело с Творцом и поддельным Творцом. Имеем дело с двумя знамениями этих сил. Я думаю, что мы продолжим наши встречи, потому что мы затронули веки-ликие вопросы, которые мы будем изучать на этом семинаре. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok